всех приветствую с вами полина сегодня я покажу свои опять цветущие фиалочки но некоторые из них я не убрала специально с прошлого показа не до сих пор цветут я просто хочу показать вам как некоторые сорта могут долго цвести и оставаться такими же красивыми и свежими а сейчас я начну как обычно по одной фиалочки брать и вам показывать и рассказывать о том что я знаю об этом сорте это новый сорт моей коллекции называется опус one я на фотографии потом надпишу и вы посмотрите как пишется это название ну что я могу сказать про этот сорт если вы себе такой купите и на первом цветочке не увидите вот эти вот прекрасные разводы не спешите отдавать кому-то или выбрасывать что сделала моя подруга леночка она увидела что там нет ничего и отдала этот цветок а на самом деле вот такие потом появляются разводы я и рассказала про это она говорит ой а я его отдала первый цветок раскрылся совершенно но никакой голубенький маленький вот я вам хочу показать вот как они раскрываются что они просто голубые и про потом со временем вот начинают появляться эти ручейки совершенно потрясающий красоты сорт розетка не знаю будет крупный или нет пока у меня она еще не крупная но там еще есть вот один цветонос лезет но у меня терпения не хватило это ждать до следующего показа вот еще один цветонос и здесь то есть еще еще два цветоноса что мне не нравится в этом сорте ну конечно вы можете понять мне не нравится то что не стоят эти цветоносы хотя они не тоненькие как вы видите вот но вот они не выдерживают тяжести этих соцветий здесь на одном цветоносе вот 4 цветочка а на этом три а на два не знаю почему короче вот так вот они когда вырастают вот только появляется вроде так как-то еще он пытается выстоять а потом уже ложится и все ему все равно вот так но все равно сорт великолепный красивый пестролистность вот у него такая как бы этот пыльная роза вот такая коралловая кораллово-розовое что-то вот не яркая но очень красивая дайте вам еще вот здесь покажу вот видите поэтому я конечно дам ему еще подсвести посмотрю как он будет дальше расти и конечно я думаю что я все равно его буду держать своей коллекции этот сорт потому что ну уж очень красивые цветы просто но обалденные и я чтобы купить этот сорт даже не буду говорить сколько заплатил а вот очень много так что я вам его сами советую приобрести все равно очень красивый всем известный сорт химера юкако конечно красоты необыкновенной и я опять же не могла ждать решила вам показать не в полном цветении хотя там очень много еще цветоносов лезет вот я отсюда еще три вижу вот да три пока ну что я могу сказать конечно приобретайте ну как можно отказаться от такой красоты несмотря на то что лежачие цветоносы меня мне это все равно мне очень нравятся цветы и поэтому я ее держу в своей коллекции этот сорт его я в смысле держу и вот такой бутончик раскрывается ведь уже с полосочками растет спокойно немножко волнистые листья которые конечно которые мне не очень нравится но она того стоит по крайней мере она вот такая вот симметричная вы видите ее очень легко вот так вот привести в порядок она растет не криво спокойно поэтому обязательно покупайте это довольно редкий и очень востребованный сорт называется май френд рус вот пожалуйста как он пишется это на как она пишется это название вот у меня она никогда не дорастала вот такой да большой розетки и я даже не знаю может ли она или это такой компактный сорт но он просто великолепный красивые и похоже это первое цветение похоже что шапкой он все-таки будет свести вот здесь еще один цветоносик лезет еще вот здесь бутончики не все раскрылись и вот такие вот необыкновенной красоты цветы я очень люблю этот сорт и красивая довольно розеточка и растет он сам вот так аккуратно ну единственное что надо удалять конечно любви и винильные листики я еще этого не делаю видите вот они маленькие еще здесь вот их надо убирать потому что вот это нормального размера вот а это вот уже маленький ну пусть она немножко подрастет и я тогда уже займусь розеточкой значит я что хочу сказать что иногда конечно сорта повторяются в моих обзорах потому что они цветут и опять цветут потом опять цветут и я рассчитываю на тех людей которые не регулярно смотрят мои видео или первый раз смотрят поэтому я все равно буду говорить о тех сортах о которых я уже говорила я думаю что посмотреть на красоту еще раз тем кто видел уже это не проблема и напомнить о том что я знаю о сорте тоже может быть полезным вот поэтому вот такой красивый сорт я вам очень рекомендую и это две розеточки одного сорта и сорт называется этот hands seduction я конечно уже показывала его но все равно пока я буду показать вам листочки я скажу я его очень давно увидела вот такие листья у него видите какие сзади красивые и здесь тоже даже иногда видно вот такие пятнышки я его очень давно увидела на какой-то выставке то ли в швейцарии то ли в швеции я уже не помню где-то очень далеко и я просто в него влюбилась но никак не могла найти я его искала очень долго наконец я его нашла и вот он у меня с тех пор растет но конечно это уже не та же самая розеточка я покупала листик тогда а вот и почему я всегда говорю что нужно доводить до цветения все фантазийные сорта вот посмотрите какая разница этот сорт с большим количеством белого здесь меньше белого мне вот кстати вот этот вариант больше нравится но розовая всюду присутствует и там и здесь и когда я говорю что вот для себя надо выбирать самый лучший вариант оставлять если это на продажу идет или вы хотите две розетки одну потом кому-нибудь подарить хотите то всегда себе любимой надо оставлять самый лучший вариант хотя вот видите вот мне нравится более темные а у меня есть знакомый который не любит темные сорта значит вот этот подошел бы им больше вот но здесь видите тоже розовая есть и здесь и здесь и вот даже здесь такие вот штришки вот но вот это уйдет в хорошие руки а это я оставлю себе обязательно я не могу мне этот сорт как говорит моя другая подруга аленочка она про бандита говорит я не могу без него жить вот так же и я вот этот мне сорт обязательно нужен он должен быть у меня и видно что это будет хорошее цветение шапкой ну вот видите я извиняюсь конечно извините вернее меня я не могу ждать вот когда появляются такие цветы мне обязательно надо сразу показать а здесь еще три цветоноса лезут еще вот эти вот бутоны раскроются то есть это будет великолепное цветение но покажу уже в следующем обзоре а еще а сейчас я еще раз хочу показать вам какие красивые листики у этого сорта и тут даже нет никаких вообще сомнений покупать не покупать хватайте если увидите этот сорт просто обязательно он должен быть в коллекции опять новый сорт моей коллекции цыганочка репкиной ну что я про него могу сказать это первое цветение вот посмотрите пожалуйста какая шапочка это не беретка даже это шапка очень красивый сорт великолепная розеточка ровненькая красивая ну вот там опять я увидела конечно пасынок который я не могу оставить и еще вот здесь даже не все бутончики открылись но это уже готова к показу а здесь еще один цветонос вот лезет великолепный сорт я вам просто советую покупайте посмотрите какой он красивый нарядный яркий свежий такой вот знаете я не очень люблю розово розовые такие розовые сорта а он не розовый у него вот это вот рифленая каемочка она малиново-фуксиевая такая и лепестки сами цветочки они не розовые а как бы розовая с добавкой голубого немножко и это очень красиво вот еще видите вот здесь цветонос но это надо будет мне написать светлане и и послать ей фотографию этого сорта ей будет приятно и конечно и я вам советую этот сорт без сомнений простой выращивание и очень красивый и шапочка то есть все в нем приобретайте я не могу не показать опять ян минуэт вот он у меня в таком виде стоит уже очень давно и все цветоносы лезут вот я вижу здесь еще один цветонос я признаюсь что я сняла не цвета не два цветоноса а два цветочка о и здесь еще один цветонос вот видите я сняла два цветочка которые уже стали коричневеть а еще один я заметила я обычно такое не делаю но для показа я это сделала вот видите вот такие вот они становятся но вы посмотрите какой букет обалденный просто и в общем то они не лежачие цветоносы и об этом сорте даже говорить много не надо потому что его все знают и я думаю что очень многие его очень любят у него бывают а листья вверх руки как его это называется но если держать его поближе к свету то нормально они у меня все стоят на стаканах вот таких пластмассовых а этот на более высоком стакане стоит то есть он поближе к свету к лампе прямо под лампой непосредственно вот так что этот сорт великолепный и я его просто вам всем рекомендую тем кто не видел мои предыдущие видео я скажу что у меня этот сорт мучился очень долго была вот так вот такая вот была розеточка какая-то желто-коричневая она единственная у меня было поэтому мне нужно было как-то сохранить ее этот сорт и я ее 25 раз но не 25 но 5 раз я пересаживала точно каждые два месяца я буквально и пересаживал я убирала листья ее то в теплицу то на волю подкармливала все и вдруг эта розетка начала расти ну как на дрожжах и вы посмотрите вот что выросло так что как всегда я говорю не спешите выбрасывать тем более если у вас один единственный экземпляр этого сорта выбросить мы всегда успеем и вот это великолепный сорт я очень рада что я его сохранила я даже со своей подругой советовалась которые ну она вот по фиалкам я много раз упоминала они в моих видео она судья погесни реваем с сертификатом то есть она очень очень знающие вот но она мне тогда сказала да выбрось ты ее что ты с ней мучаешься вот но я как-то знаете я вообще не люблю выбрасывать ничего признаюсь для меня это очень сложно не только фиалочки а вообще вещи какие-то а вдруг пригодится но я стараюсь вот а фиалки я не спешу выбрасывать поэтому вот я вознаграждена вот такой розеткой обалденный вот посмотрите они руки не вверх листики центральный чуть приподняты но это я думаю еще потому что центр закрыта они тянутся к свету вот еще цветонос я уже показывала я уже никак не могу убрать эту фиалку все вам показываю показываю но нужно переходить к следующей даже не буду говорить рекомендую или нет сами подумайте как можно отказаться от такой красоты этот сорт я тоже показывала в предыдущем обзоре это химака flame и вот он великолепно цветет все цветы раскрыл и вот такую шапочку мне выдал любителям красных цветов это очень красивый сорт но он даже не красный он малиновый вот но я рекомендую конечно это стоячие цветоносы компактная розеточка и вот такие вот такая вот шапочка из ярких ярких цветов химака flame это flame это как бы огонь вот так что она вот действительно такая огненная яркая очень хороший сорт цветет моя любимая фиалочка astro но я конечно опять не очень довольна но видимо это уже такой сорт ничего с этим не поделаешь а мне придется видимо смириться сортами с лежачими цветоносами потому что цветы здесь просто ну великолепные видите они даже решили немножко похимериться вот вот такие вот она трехцветная я очень люблю трехцветные а вот этот но просто химера настоящие вы видите а вот и я конечно рекомендовала бы вам этот сорт без всяких даже сомнений потому что как вы видите вот розетка великолепная очень красивая пестролистность и листики вот такие вот остренькие мне очень нравится эта розеточка и мне очень нравится этот сорт но я как всегда говорю дам еще подсвести посмотрим может как-то восстановится и уже не будет такой такой лежачий а у меня вообще подозрение что это розетку идет в спорт что она будет просто химерой потому что уж очень сильно выраженные вот эти вот центральные полосочки здесь особенно вот на этом цветочки то есть может получится вот такая великолепная химера я дам ей подсвести еще потому что здесь еще вот один цветонос и здесь еще один лезет о и здесь еще один то есть еще три цветоноса но будет что показывать следующем показе и вот что мне еще нравится у этого сорта вот я хочу вам показать какие здесь эти кружевные волнистые такие краешки очень красиво смотрится так что приобретайте без сомнений эту фиалку сначала я не хотела показывать а потом думаю ну я же показываю жизнь как она есть поэтому тем более что меня спрашивали уже про желтые листья как-то вот я вам хочу показать вот чтобы я не делал у нее желтеют листья желтеет желтеет сколько я уже убирала их не сосчитать и поэтому она вот такая маленькая растет до сих пор но вот цветы как вы видите это химера и называется это september charm вот так пишется у меня был этот сорт и роз хорошо но вот это что-то куксится не знаю чего и не так надо будет опять ее пересаживать я сейчас сразу после того как сниму это про нее сразу уберу цветоносы и дам ей расти а цветоносы вот на такой крохотулечки 3 вот пожалуйста вот один и здесь еще один я у этот уже распустился посмотрите какой крупный какой роскошный цветок с рифлеными краешками и яркой ярко белыми линиями посередине потрясающий сорт но я как говорится упрямая и как бы он не это самое не пытался меня расстроить я все равно как говорится его пересижу я обязательно выращиваю эту розетку красивой и она у меня будет расти крупный если у вас есть возможность приобретайте этот сорт у него вот такие мохнатенькие листочки она никогда не будет с блестящими листьями у меня есть видео близко блестящих листьях я говорила что если фиалка имеет блестящие листья значит они будут блестеть а если нет то как бы вы не направляли свет она все равно никогда не будет с блестящими листьями так что вот это не с блестящими листьями но это ее не портит очень красивая химера и я очень рекомендую ее приобрести показывать вам как я буду убирать цветок я не буду потому что это просто негатив потому что я сама из-за этого очень переживаю я очень не люблю убирать вот такие красивые цветы но мне нужно сохранить розетку поэтому я это сделаю а сорт приобретайте это сорт пэт треси это имя женщины вот так пишется ну такой медленный сорт ну просто сил нет другие уже цвели отцвели а этот все открывается медленно но верно вот посмотрите иногда приходится даже помогать чтобы цветонос пробился между листочками не знаю уж почему у него такой короткий цветонос вырос ножка цветоножка не знаю почему вот очень красивый сорт как вы видите но даже не лежачий а просто он валяется на листьях вот я бы так это сказала хотя вот посмотрите цветоносы выходят ну буквально вот стоячий такие как солдатики все хорошо но цветы видимо ведь очень тяжелые хотя цветоносы не тоненькие не тонюсенькие хорошие цветоносы но вот так вот растет но как вы видите это очень красивый сорт я его покупала много лет назад из англии заказывала тоже хороший день мешки вот но я не жалею об этом не этот сорт очень нравится у него как вы видите вот бутончик он даже такой зеленоватый и это тоже зелененький вот а цветы крупные и они такие полностью раскрыты просто как тарелочки с очень яркой волнистой окантовкой а вот здесь вот второй цветочек посмотрите какой он можно сказать махровый хотя они называются полумахровые вот а это даже махровый открылся розетку растит хорошую даже плоскую вы видите вот я конечно рекомендовала бы этот сорт потому что он очень красивый и я уже как говорится терплю а что делать когда цветоносы лежат очень многих сортов лежачие цветоносы поэтому если собирать коллекцию только из сортов со стоячими цветоносами то она будет небольшой вот а меня это не устраивает мне надо чтобы было много фиалок дома и так же как и орхидей так что я рекомендую листва очень красивая она вот такая вот сердцевидная с остреньким уголочком мне этот сорт очень нравится так что советую сорт king's treasure сокровище короля очень красивый сорт очень необычные цветы каждый все разные у них нет фантазийности но у них вот такая вот двойная окантовка вот посмотрите ярко-белая карандашная потом идет темно-фуксиевая потом сиренево-малиновые вот такие вот лепестки и даже здесь какая-то зеленца присутствует как вы видите вот это новый так этот этот уже раскрылся полностью вот а здесь новый сорт новый цветок еще он еще не полностью раскрылся и у него на лепестках вот зелень вот такая есть это очень красивый сорт я вам его очень рекомендую приобрести он знаете как вот просто привлекает внимание на полке именно тем что у него вот темные такие вот лепестки и ярко-белая окантовка очень нарядный сорт это сорт тонис дженнифер моя давняя любовь у меня этот сорт был лет шесть назад и потом он как-то у меня куда-то исчез не помню куда вот но что я помню у меня были раньше вот это лет пять назад это было когда он у меня начал цвести он у меня стоял под обычными и люминесцентными лампами потом я поменяла лампы на led и у этого сорта появились вот такие вот черные лепестки наверху то есть это конечно реакция на свет вот эти лепестки стали гораздо темнее она была такая красивая такая сиренево-мали фиолетово-малиновая но под led растут совершенно другие цветы я имею ввиду что другого цвета здесь такой вот цветонос целый букет просто вот это один цветонос вот представьте себе вот я вам покажу видите один цветонос и потом он когда у меня исчез я заказала листочек из канады вот и теперь у меня цветет почему-то у меня один единственный обычно два листочка могут дать хотя бы две детки но да сама забыла у меня же очень много пропало поэтому вот это то что выжила и живет теперь вот очень красивые листва вот посмотрите она темно-темно зеленая прямо вот с чернотой можно сказать и вот такие вот волнистые краешки зубчатая она как будто бы вот вырезана видите вот смотри очень рекомендую этот сорт и вы никогда не пожалеете об этом посмотрите здесь даже сзади эти цветочки просто великолепные красивые необыкновенно а вот этот цветонос будет таким же как вот целый букет как этот потому что здесь еще вот два бутончика даже не раскрылись и здесь тоже самое то есть я этот сорт рекомендую без всяких даже сомнений эта красота фиалковода загадочный лес я видела другие варианты этого сорта вернее один раз видел только но там какой-то бронзовая была окантовка но я не думаю что это по сорту скорее всего это был спорт потому что по описанию вот вот так должна цвести фиалочка очень красивые очень нежные цветы и вот это вот зеленые и розовые рюша это просто обалдеть можно от этой красоты я вам говорю очень очень красивый сорт и я вам его конечно посоветую потому что он растет спокойно без всяких проблем и у него вот это сочетание светлой листвы с такими нежными цветами очень красивая и посмотрите вот бутончик вот он просто зеленый видите это очень необычный сорт я не видела никакого сорта другого чтобы у него была вот такая разноцветная рюша бывает разноцветная фантазийность но я что-то не могу вспомнить сейчас чтобы была разноцветная рюша и это очень красиво просто и причем это рюша такая очень сильно сильно рюшастая то есть этот сорт конечно же я вам советую вот ягодка очень красивый сорт он у меня после формирования после пересадок и он еще не очень пришел в себя я пропустила момент когда надо было удалять цветоносы чтобы нарастить листву но раз уж пропустила дала уж подсвести теперь у этого сорта длинные цветоносы но стоячие но у меня раньше она цвела но я что-то не помню чтобы они были вот такими длинными но вообще-то это очень красивый сорт с очень красивыми цветами вот это вот фиолетовые цветы и белая рюшастая окантовка очень красивое сочетание и красивая листва у меня сейчас листва у этой розеточки не очень красивая и я над ней буду работать но показать я все равно хотела вам потому что я вам хочу посоветовать чтобы вы покупали купили этот сорт он очень красивый а сейчас я буду с вами прощаться до следующего видео пока вы любуетесь на фотографии моих фиалочек я вам пожелаю всего хорошего доброго чтобы вы заходили ко мне в гости не забывайте меня пусть все ваши родные и близкие и вы сами будете живы здоровы и чтобы нам всем всегда было до наших цветов чтобы они нас радовали и не приносили нам больше забот чем это требуется всего хорошего спасибо что заходите ко мне пока пока